Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. В этом видео будет традиционный обзор цен на заправках в регионах Поволжья за последний период. В этом видеоролике разберем, как же изменились ценники за несколько недель, практически за весь апрель, за период со 2 по 27 апреля 2024 года. Напомню, что для подготовки этих видеороликов я обычно использую информацию, которую еженедельно публикуют Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов Республики Татарстан. Сотрудники данной организации каждую неделю обзванивают заправки в регионах Поволжья, выясняя актуальные ценники на 92-й и 95-й бензин, на дизельное топливо, а также на два вида газа – на пропан-бутан и на метан. Итак, для начала давайте посмотрим, как изменились ценники на заправках в регионах Поволжья за период со 2 по 9 апреля 2024 года. За этот период ценники на 92-й бензин остались без изменения, по 95-му бензину произошло подорожание сразу в пяти регионах. В Республике Мариел плюс 15 копеек, в Самарской области плюс 30, в Чувашии плюс 30, в Ульяновской области плюс 30, в Мордовии плюс 30 копеек. По межсезонному дизельному топливу за этот период также произошло подорожание в Ульяновской области на 30 копеек, в Чувашии на 30, в Нижегородской области на 30, в Республике Башкортостан на 30 копеек, в Пензенской области на 30, в Мордовии на 30, в Адмуртии на 30 и в Кировской области на 40 копеек. Что касается сжиженного газа, то есть пропан-мутана, за этот же период он подешевел в двух регионах, в Самарской области минус 1 рубль, в Татарстане на 50 копеек. А вот по сжатому газу, то есть по метану, ценники остались без изменений. Далее посмотрим, как изменились ценники за период с 9 по 16 апреля 2024 года. По 92-му бензину произошло подорожание в Самарской области на 20 копеек, в Татарстане на 30 копеек, в Ульяновской области на 40, в Чувашии на 40, в Удмуртии на 20 и в Кировской области на 40 копеек. В 95-й бензин также подорожал в Республике Мариел на 35 копеек, в Татарстане на 30 копеек, в Самарской области на 30, в Чувашии на 30, в Ульяновской области на 30, в Оренбургской области на 30, в Пензенской области на 20 копеек, в Мордовии на 30, в Нижегородской области на 20, в Кировской области на 30 копеек. Межсезонное дизельное топливо вновь подорожало в Самарской области на 35 копеек, в Ульяновской области на 30, в Чувашии на 30, в Машкортостане на 30, в Нижегородской области на 30, в Бензенской области на 30, в Мордовии на 30 и в Оренбургской области на 30 копеек По сжиженному газу изменений за этот период не произошло, по сжатому газу, то есть по метану, ценники также остались на том же уровне Теперь посмотрим ситуацию по состоянию на 18 апреля, в Республике Мариел на 30 копеек подорожал 92 бензин, в Республике Башкортостан на 35 копеек подорожал 95 бензин, межсезонное дизельное топливо осталось без изменений, два вида газа, пропан, бутан и метан, также остались без изменений Далее по состоянию на 22 апреля, ценники на 92 бензин не менялись, по 95 бензину ситуация аналогичная По межсезонному дизельному топливу произошло подорожание на 30 копеек в Удмуртии По сжиженному газу, то есть пропан, бутану, он подешевел в Саратовской области на рубль, в Мариел на 50 копеек и в Башкортостане на 50 копеек Сжатый газ, то есть метан, в цене не изменился И самая последняя информация, по состоянию на 27 апреля, по 92 бензину ценники остались без изменений за неделю По 95 бензину ситуация аналогичная По летнему дизельному топливу ценники остались на том же уровне По сжиженному газу, то есть пропан, бутану и по сжатому газу, то есть по метану Ценники тоже остались пока на том же самом уровне А если вы хотите снизить свои расходы на обслуживание и эксплуатацию автомобиля Могу порекомендовать вам интересный финансовый продукт Это автомобильная карта Тинькофф Драйв Вот так вот выглядит моя карта, которой я пользуюсь уже больше года При заказе этой карты, при желании, вы можете указать госномер своего автомобиля Который будет напечатан на лицевой стороне этой карты Я использую эту карту в качестве основной для всех платежей Как автомобильных, так и неавтомобильных И получаю кэшбэк 10% с каждой заправки автомобиля 5% за оплату автоуслуг, автозапчастей, автомоек, шиномонтажек, полисов страхования А также до 30% при покупках у партнеров банка Заказать такую карту вы можете по ссылке в описании под этим видео И ее привезут по удобному для вас адресу А для новых клиентов банка сейчас доступно особо выгодное предложение Все подробности в описании Вот такая вот информация Такова на сегодняшний день ситуация с изменениями цен на заправках в регионах Поволжья А что происходит с ценниками на топливо в ваших регионах Снижаются они, повышаются, либо пока остаются без изменения Этой информацией вы, как обычно, можете поделиться в комментариях Чтобы не пропустить следующие видеоролики Самое время подписаться на этот канал А также на мой телеграм Где уже 1 мая 2024 года Среди подписчиков я разыграю набор инструментов Ссылку на мой канал я оставлю в описании Желаю всем безопасных дорог и всем пока!